Вспышки от вышки. Ежегодно в республике появляются новые станции сотовой связи. Их уже больше тысячи. Благодаря им почти повсеместно скоростной интернет и качественная мобильная связь. Вместе с тем соседство сотовых станций с жилыми домами вызывает у жителей беспокойство. Инесса Потапова побывала на поселковом сходе, где и решался вопрос, стоит ли бояться технологий 21 века. Станции связи стали яблоком раздора среди жителей. Одни считают, что излучение вышки наносит вред организму. Вторые, напротив, уверены, что вышка – это необходимость. Перед тем, как установить вышку связи, необходимо получить заключение Роспотребнадзора. Излучение безопасно для здоровья. Но некоторые жители поселка Альгешево экспертизам не верят. Заявляют, у них поголовное недомогание, сотовая связь всему виной. У людей головные боли начались за последние два года. Понимаете, люди болеют, люди страдают. Это никак не связано. Ну как неправда. Развить опасения людей приехали министры цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций региона Кристина Майнина, представители Роскомнадзора и Ростелекома. На эту базовую станцию уже такое заключение выдано, поэтому она не вреднее той микроволновке, которая есть у нас у каждого дома. Или там лампочки, которая висит, грубо говоря, на люстре. Место для установки базовых станций выбирается так, чтобы обеспечить максимальный охват. Мое мнение личное, она не мешает. Я ничего не вызывает. У меня детей, пять детей. Я многодетный отец. Если бы у нас что-то было бы, как бы головные боли, мы бы, конечно, жаловались бы. Чем больше таких антенн, тем качественнее и доступнее связь. Особенно это важно для малонаселенных пунктов, где сотовый телефон – часто единственный способ вызвать скорую, пожарных, МЧС и другие экстренные службы. У нас много детей тоже, которые удаленно часто учатся сейчас, ну, дистанционно. То есть я даже тоже дистанционно работала вот долгое время. Считаю, что сейчас вот это направление очень нужно для современного развития. Конечно, считаю, ну, бабушки, конечно, у нас тут кричат, они просто не понимают. Здесь мы уже, по сути, проводим третью встречу и на все интересующие вопросы предоставляем, на мой взгляд, исчерпывающие ответы. И особенно это актуально в период вот как раз таки ограничений пандемии, когда резкий скачок и услуги связи очень востребованы. Может ли сотовая связь навредить человеку, изучали ведущие мировые лаборатории. Ни одного объективного доказательства так и не было найдено. В этом свете шумиха вокруг новых станций, тем более о зомбировании людей сетью 5G, не более чем повод собраться всем селом. Инна Сапотапова, Георгий Кривошейн, Республика, Чебоксарский район.